привет друзья вы на канале команды taurus gaming revival у микрофона сегодня grey fox и как видите снова продолжаю проходить игру коносуба in the life так значит сюжет у нас потихоньку продвигается darkness приходила хотела присоединиться к party но не присоединилась что мне дальше делать вот в чем вопрос просто так же идти работать идти выполнять квесты украшение гигантской слизи давайте попробуем почему бы и нет это было а нет подождите сперва надо поработать допустим настройки сперва надо поработать а потом можно взять квест иначе иначе день просто закончится гигантская слизь одно название уже звучит пугающе используя свои умственные способности чтобы одолеть эту слизь ради меня с бах что ладно одолеть эту слизь ради меня с бах со взрывом может от тебя быть хоть какая-то польза а так собираем всякие правы а слизь тут стоит и ждет меня это такой мини босс значит да все сзади подкрадусь она какая здоровая там еще летучие мыши 2000 у боже мой мегумен это твое мне пока главное мышей вырубить я надеюсь я убью с одного удара а а 125 с одного удара он выносит 130 то есть по мне почти на 500 урон а по акве на 1 окей взрыв быстро ты в этот раз каузума победил это было как-то легко слишком и мегумен слишком быстро подготовила про заклинание так но мы теперь это как бы богатые можно поесть пюрешки с котлеткой а то хлеб и вода уже надоело мы две недели едим хлеб и воду здоровье выросло аж на 20 расходы на проживание 15000 еда то эрис постой и баня 3000 этого 18-100 в 18-100 с такими деньгами можно было бы уже снимать себе комнату в гостинице нормально они в конюшнях спать но окей где darkness что мне надо сделать чтобы чтобы она вернулась ладно пойдем дальше строить вообще аква опять же главный строитель в нашей команде и в каком-то из томов будет история о том как она отстраивала крепость которую каждый день ну или не каждый день но постоянно взрывала волшебница из армии короля демонов тоже владеющая магией взрыва и благодаря которой мегумин и загорелась этой идеей изучать магию взрыва там будет своя драма не помню какой-то том но эту волшебницу вы уже могли видеть во втором сезоне она там купалась в горячих источниках вот так но а аква настолько круто отстраивала крепость каждый день что волшебница это наконец задолбалась постоянно тратить магию на эти взрывы давайте тогда ядовитую здесь попробуем или давайте я схожу еще раз пробегусь по локациям просто по равнинам немножко здесь покачаюсь по убиваю всех это наверное даже можно сделать за кадром потому что здесь всякая слизь и она выносится с одного удара буквально так мегумин только не трать свой взрыв пожалуйста на всякую слизь эй какого черта то есть мне надо убивать слабых врагов за два хода чтобы мегумин не успела использовать свою манну дайте мне уже контроль над над этими девчонками я хочу контролировать девчонок а тут я за два хода кажется не успею а крыса убежала аква продолжает прикалываться по единичке бьет бонус зачистки территории плюс 200 получен уровень получен уровень а деньги я получаю нет по-моему я здесь просто качаюсь а денег мне не дают вот есть что-нибудь интересное еще эти монстры все-таки одинаковые было бы неплохо чтоб я хоть их как-то различать начал они просто сбегают уже моего вида новый уровень а тут есть что может тут сильнее будут монстры никого нету а тут босс и какая-то штука я думал на него нажать надо надо было просто подойти вот черт это выглядит опасно 50 хитпоинтов 2000 хитпоинтов но это какую у гигантской слизи до убийственный жук давай тогда о аква воскрешает да круто иметь богиню под рукой но у тебя как сама на не хватит на еще одно воскрешение да о чёрт ни хрена себе чё так чё так больно аква аква тут это есть вот тебе и это тоже тебе взрыв я на семи хитпоинтах выжил так о мегумин опять залезла на плечи ну чё здесь такое чё полезное будет зелье я ради зелья за 3000 дрался с таким жуком ну отлично это все хорошо но я немножко не понимаю как сюжет дальше продвинуть идея даркнесс о голубое мега зелье 300 манны восстанавливает а тут оружие новое так и не завезли а нельзя ладно здесь лучшее пиво что я должен сделать давайте продавцом поработаю итак постараемся да 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 добро пожаловать эй казума говори громче по простите да 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 добро пожаловать эх можешь ведь когда захочешь ну так держать да 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 сила магической атаки повысилась а почему у меня повысилась магическая атака от того что я продавцом поработал так давайте ка я попробую скорпионов поукрощать оу 5 скорпионов за 23000 эй мегумин чего сколько тебе нужно прокачиваться чтобы не падать без дыханна после каждого использования взрывной магии не поняла вопрос а а не поняла ну и отвечать не будешь да потому что ответ сколько ни качайся все равно взрыв взрыв забирает всю манну ухты какие скорпионы суровые а я когда-то видел живого скорпиона один раз в смысле такого дикого а не в террариуме или как называется это ну где всякие пауки скорпионы содержатся отдел зоопарка а просто живой у нас там ползал как-то но он был совсем маленький и невзрачный так 350 я его уничтожу за два удара ну да они просто страшно выглядят ну по сути я даже не подошел к нему почему битва началась может я даже так справлюсь нет хрена тут атака у всех у всех мало хитпоинтов но у всех очень много атаки а она бежит ко мне промахнулся значит можно просто использовать отчаянную битву и вот так вот их спокойно убивать но это скучно не смотря на все вот эти интересные моменты которые были сюда добавлены типа прокачки при помощи еды разных диалогов и работы не смотря на видимых врагов потому что тоже интересно все равно битвы какие-то слишком казуальные что ли даже со старыми рпг шками времен сеги и даже просто бенди как-то оно как-то оно смотрится не слишком впечатляющее на их фоне сейчас вообще жанра проживает не лучшие времена высокобюджетные рпг теперь как бы не рпг уже а в реальном времени боевики с рпгшной системой ну типа файнал фэнтези 15 или вот скарлетт мексус недавно выходил всякие там тэйлс офф зестерия и прочие непонятные слова вы бегаете рубите типа в реальном времени как в слышали но при этом еще прокачка ухты аква там чудеса творит послушай у меня вопрос как выучить новые навыки выучить новые навыки просто посмотри на свою карту приключений и узнай какими навыками ты уже владеешь используя карту искателя приключений посмотрите короче есть и какой-нибудь искатель приключений научит тебя новому навыку он будет добавлен в список и после того как ты используешь очки навыков обучение будет завершено все очень просто ясно получается если мегумен научит меня я смогу использовать взрывную магию точно если захочешь я могу обучить тебя столько раз сколько захочешь зачем меня много раз обучать я что не обучаемый давай вместе пройдем по пути взрыва ау эй успокойся малявка у меня сейчас только 3 очка представляешь малявка если ты хочешь изучить взрывную магию то и 10 и даже 20 очков будет недостаточно да слушай аква а у тебя есть какие-нибудь полезные навыки обучи меня парочки простых ой ну что ж ничего не поделаешь казума изучил красота стихии разве он такого не должен изучать он призыв воды только изучал красота стихий и что это за навык просто трюк кто просил обучать меня дешевым трюкам бесполезная ты богиня хо 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 а ты интересная личность я погляжу кризис а рыцарь из прошлого но да это крис эй если ты хочешь выучить какие-нибудь полезные навыки почему бы не выучить навык вора вора а какие это навыки хороший вопрос кража конечно же вор может использовать навыки типа обезвреживание ловушек и выявление врагов и кража и скрытность почему забыли потому что в рпг скрытность не нужно да ну в рпг такого типа есть еще куча всего что могло бы пригодиться например связывание которая казума изучит дальше по сюжету но это уже будет опять же после второго сезона аниме и также как у него кража работает как кража трусиков зачастую также и связывание у него будет работать как это но садомаза связывание в их вы понимаете или может быть не понимаете тогда слава богу ну в общем такое специфическое связывание девушек но звучит неплохо да я сделаю это если ты угостишь меня малиновым пивом дешево-то как я согласен кружку пиватика для этой дамы для начала позвольте представиться меня зовут крис как вы видите я вор так а вот это даркнесс я слышала вы с ней уже раньше разговаривали я даркнесс еще раз рада знакомству привет я казума приятно познакомиться это может показаться неожиданным но я бы рекомендовала тебе изучить навык кража хочешь попробовать конечно этот навык позволяет украсть одну вещь у выбранной цели а кстати есть еще говорить о навыках аквы и и удачи был момент когда казума что-то у нее хотел украсть бутылку вина по моему лечат такое было ли это в аниме я не помню но кажется было и он использовал на ней кражу несколько раз и не смог украсть не то что хотел не труселя даже он украл носок и еще всякую кучу разного хлама но только не то и на другое не намек ли это на то что у аквы удача на самом деле не такая уж и низкая но это опять же моя теория которая к сожалению разбилась в пух и прах в конце в конце самой истории хотя я в глубине души все еще верю что может быть я неправильно понял или просто перевод был неправильный или или мысли аквы были неправильные в главах от ее лица и на самом деле она истинный кукловод который стоит за всем происходящим но да ладно это навык позволяет украсть одну вещь у выбранной цели украсть звучит интересно ну тогда давай попробуем кража и чё узнаешь а а мои деньги все мои деньги мой кошелек казума изучил навык кража ох точно в цель и это все что тебе нужно сделать используя этот навык и тогда ты сможешь украсть у меня что-нибудь кстати с другой стороны интересно у эрис которая она же крис максимальная удача прям супер максимальная она же богиня удачи но у нее казума трусы украл каким образом как это работает и даже если сказать что крис это на самом деле не эриса просто ее аватар в мире смертных и у нее другие характеристики она не обладает там всякими божественными штуками и не может распознавать демонов и нежить например как аква но все равно когда она играла с казумой например в камень-ножницы бумага она всегда побеждала значит удача у нее все еще высокая даже в мире смертной даже вот в этом теле а почему же трусы тогда крадутся может быть сопротивляемость зависит не от удачи или может быть она сама этого хотела ну-ка давай попробуем я могу не изучать красота стихий увеличивает мотивацию своих союзников восстановите 10 очков здоровья за 5 ходу какая-то фигня наносит врагу урон и крадет случайный предмет она еще урон наносит ну ладно это уже не кража это какое-то ограбление со взломом тогда я изучил кражу поздравляю раз ты его изучил как насчет состязание а попробует что-нибудь у меня украть используя кражу конечно же это может быть кошелек или оружие я не обижусь кстати этот замечательный магический кинжал стоит не меньше четырех сто тысяч эрис ясно ты же искатель приключений до привык встречать опасность лицом к лицу да вообще-то не очень но да подобных ситуациях я чувствую себя настоящим искателем приключений ну что погнали только чур не жаловаться вот он чего бы я у тебя не украл вот это настрой кроме всего прочего утешительным призом будут вот эти камни которые я подобрала а так не честно а это плата за обучение какой бы навык ты не использовал к нему всегда найдется контрмера это будет тебе хорошим уроком она имела ввиду что если набрать много бесполезных предметов то украсть что-то конкретное будет сложнее шанс будет снижаться но контрмера не помогла черт побери а ведь ты права однако удача всегда было на моей стороне давай погнали кража вы украли трусики крис я сделал это замечательно джек-пот не верни мои тратики а я решу какова цена этого редкого предмета нет какое вероломство как я и предполагала предчувствия меня не обманули с этого момента позаботься обо мне рыцарь даркнесс присоединилась к пати с каким-то насильственным путем без лишних слов она будет блокировать любые атаки на других членов пати сегодняшние расходы на проживание 8100 пора бы нам перебираться уже в особняк вы не считаете число квестов увеличилось ну и вот все вся команда в сборе но что мне теперь делать кстати что у нее тут за характеристики ой она побитая какая-то 512 здоровья из 1200 поменять оружие нельзя раздеть переодеть нельзя ну ладно 80 защиты насколько у меня защиты 35 у аквы 250 защиты выкуси крестоносец при этом на ней всего лишь какой-то божественный шарфик надет а у меня гумен 27 а у нее не такие уж и плохие характеристики не сильно ниже моих хотя на маг хотя это и в книгах часто упоминалось что она даже без магии может казуми надавать по шее просто руками чё тут у нас что-нибудь изменилось вроде бы ничего не изменилось змеи скорпионы слизь коварный имп давайте возьмем смертоносного скорпиона они подождите работает сперва вообще по идее мне бы наверное защита больше всего была нужна а не атака атаковать у меня будет не гумен особенно всяких боссов типа смертоносного скорпиона до не гумен вместо того чтобы взрывать все подряд как насчет попробовать что-нибудь другое например отвечать за шмот но временами я же должна что-нибудь взрывать я не могу упустить свой шанс верно ну и какая тут логика не знаю а как она должна отвечать за шмот так травка всякая скорпион тоже будет один видимо на гордо стоит между двумя деревьями ожидает дуэли а на него нужно нажать 2 600 а я могу чё-нибудь украсть у него интересно о darkness darkness принимает на тебя атаки вместо союзников пока она в сознании но не от всех атак можно защитить союзников если она в смятении оглушена и прочее в таком духе то не может прикрывать своих союзников так что будет будьте бдительны ай ой 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 вот это удар так мегу мин ты там колдуй побыстрее а darkness живи а это чё такое закидайте врагов грибочками дрова легко воспламеняются нанесите урон противника забросав его бурати нами так можно да давайте попробуем бросание бревна а можно еще чем-либо о бросание бревна это на 500 урона да но сейчас мегумен уже доколдует свою магию так что можно не париться взрыв слишком громкий взрыв все таки вы нашли дрова мегумен получать новый уровень зачем мне дрова буду кидаться ими во всяких врагов интересно финал фэнтези были всякие там огненные камни косы льда и еще какие-то там кристаллы и земляные флейты которые вызывали землетрясения у нас будет вот кидание дровами и ядовитыми грибочками пойдем принимать ванну все вместе можем себе позволить можем даже лобстера попробовать ты хочешь научиться начальной магии от начальной магии практически нету толку и большинство мага учат магию среднего уровня а вам не надо сперва изучить начальную потом среднего потом высшего можно любую да да все порядке я хочу выучить начальную магию искать для приключений моего уровня будет сложно сразу изучить магию среднего уровня какой интересный молодой человек ну что ж я одним мохом научу тебя магии казума изучил начальную магию и у них прям входит в начальную магию прям набор магии типа там одна огненная одна ледяная одна земляная среднего тоже другой набор магии из всех стихий у них прям не по одному заклинанию изучается почему-то прям наборами будет ли это реализовано в этой игре хрен его знает но скорее всего будет сейчас посмотрим неважно начальная это магия или нет но я пришел в этот мир и теперь могу колдовать давайте узнаем об этом из карты искателя приключений так расходы на проживание так а как изучить ее или она уже магия блин а где магия где магия где карта приключений а вот она господи а он мне типа показал всю магию весь набор типа огонь вода земля ветер лед а изучить я могу я могу все изучить либо красоту стихии восстанавливает десять очков здоровья за пять ходов небольшой урон огненного типа водного типа урон землей урон ветром заморозка ну казум обычно использовал создание воды а потом заморозку поверх нее либо создание земли а потом дыхание ветра чтобы бросить это в глаза врагу а искру он не так часто использовал вот это обязательно так было делать чтобы я по одному изучал укращение призраков укращение гигантских змей а давайте попробуем нет сперва на работу вот заодно и магию прокачаю укращение призраков давайте у привидение да не волнуйся казума я с тобой а что такое к заманю что ты боишься приведений если ты боишься один пойти в туалет тебе нужен кто-то кто согласится так кто согласится составить тебе компанию кто проводит тебя и поддержит подержит или под держит держать меня не надо поддержать ей сам могу ладно я могу и один дойти до туалета какое жутко местечко ой 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 вдруг там какой-то опасный монстр сидит ого какой призрак так что ты умеешь аква я надеюсь ты его изгонишь так искра наносит урон по ходу обычные атаки тоже наносит урон критикал освежающая трава ну чё-то какие-то они слабенькие давайте попробуем магию создание воды и магию заморожки сверху ригнание нежить а спасибо я даже не успел ничего сделать на могилах даже ничего не написано скучно вата так дубль номер два здание воды заморозка а тут еще и слабость у него видимо к магии воды и льда что странно почему призрака такие слабости изгнание нежити да 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 наконец-то шанс акве показать свою истинную силу просто можно даже не париться просто атаковать аква сама разберется все становится как-то однообразно давайте устроим пир тогда в честь принятия даркнесс в нашу команду оу сердечки уровень здоровья каждого вырос на шестьдесят чё казума ты оказался загнан в угол вообще-то нет чё случилось тебя ведет за собой это супер-пуперская красавица жрицо ты имеешь ввиду моих шумных спутниц я знал парень что ты не какая-то там мелюзга покажу-ка я тебе первоклассное место для охоты открыта локация блес лежачая снежная равнина о это там где будет дед мороз да вы можете попасть туда пройдя на карте через главные ворота а мне надо сходить еще пятьдесят три тысячи расходы у меня надо сходить еще во втару локацию и там поискать сундук давайте сейчас это о укрощение создателя зомби это типа тоже значит сюжетный квест раз он красным выделен здесь мы должны познакомиться тогда получается с виз кстати этот эпизод знакомства с дичем виз в аниме ки был не то чтобы вырезан но он был ужат чисто до нескольких секунд воспоминаний посреди диалога в книге это было как-то расписано подробнее да но я пока туда не пойду я пока что хочу поработать почему вечно крик петуха какой-то или курицы когда я устраиваюсь на работу и вот я хочу сходить в лес убить здесь босса змей посмотреть что будет в сундуке а а ой-ой-ой пауки ли что это такое паук и шершень 450 а можно на всех нет на всех нельзя ладно аква глушила эту муфу она просто рубим ядовитые грибы ой-ой-ой-ой сколько ж вас тут а можно у вас бревно кинуть какое-нибудь бревно в змею и здесь хватит и обычной атаки даркнесс встает в стойку ну все ее бьют теперь команда в полном составе так что даже можно не париться вообще слишком слишком казуально все стало как-то по сеттингу прикольно и по некоторым находкам о и мегумен подожди я я надеялся на босса за это оставить а чёрт аква ты можешь снегумен воскресить а я у меня а водная заморозка точно вот так это работает типа я сам его скомбинировал да здание воды и магия заморозки вода заморозка и ледяная заморозка она прям по всем бьет а если тогда земля плюс воздух это должно быть ослепление ну в книгах так было земля а я я воду использовал не воздух да ну ладно трава слишком много травы блин мы без мегумен ну как как драться с этим боссом пылесосом сейчас меня ушатают я чувствую тут ничего не добавилось мегумен нельзя лечить хватит ну ладно ух какой появляется матка 3800 о боже мой земля ветер и дыхание чуть такое это 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 я сделали это она на меня нет дыхание земли это я сделал что еще может работать огонь плюс ветер конечно же да как в наруто огонь плюс ветер нет огонь плюс ветер не работает но как развести это не работает а а а а может тогда ветер плюс огонь наоборот в обратном порядке ветер плюс огонь плюз до казума дышит огнем она загорается так ко мне манны бы восстановить как-нибудь нет давайте дровами языке она горит а я еще дровишек подкину так 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 дрова 500 урона critical это был просто обычный удар что еще можно сделать покушай грибочков отравление хрена сюда я чувствую я тут сольюсь вот черт много еще осталось а я ее почти добил я не успею использовать успокаивающую траву чтобы повысить себе манну придется просто атаковать 160 173 аква живи на тени откуда-то взялось 1600 опыта получено но с мегумен мы не поделимся к сожалению а то что мега зелье ну и ладно сохраняемся и на этом наверное на сегодня я закончу вся команда в сборе надо двигаться дальше по сюжету и в следующей серии я этим наверное и займусь пройду квест с личом и дальше видно будет а на сегодня это все спасибо всем за внимание можете в комментариях поделиться своими впечатлениями и всем пока спасибо 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 Продолжение следует...